Друзья, привет! Добро пожаловать на четвертую серию по постройке самодельной ленточной пилы по металлу. В прошлых сериях мы с вами изготовили шкивы для ленточного полотна, сварили раму из профильной трубы, сделали механизм натяжения и сброса натяжки ленточного полотна, а также изготовили колонну с подшипниковым узлом. Ну а сегодня мы этот станок запустим и даже на нем поработаем. Ссылка на плейлист со всеми частями сборки появится во всплывающей подсказке. Первым делом облагородим вырез в верхней части рамы для установки колонны. Для этого из профильной трубы сделал вот такую заглушку, которую будем варивать. Для начала сам вырез нужно немного подровнять. Обычно у ШМ это сделать проблематично, так как в конце уже просто не достает диск. Для этой работы идеально подойдет реноватор. Я как раз недавно такой себе приобрел. Главным критерием в выборе для меня была мобильность, а значит это должна быть аккумуляторная модель. И я остановил свой выбор на фирме Denzel. В комплекте с инструментом идет один аккумулятор емкостью 1,5 Ач. Инструмент нужен не так часто и не вижу смысла переплачивать за второй. На нем имеется индикация заряда. При этом световоды индикатора расположены с двух сторон. Это очень удобно. В комплекте также есть куча оснастки, зарядное устройство, ручка и руководство по эксплуатации. Еще одним плюсом станет то, что оснастка здесь самая распространенная. И в первом же магазине я нашел лезвие по металлу, которое точно подойдет. Сам инструмент довольно легкий и с ним уже идет съемный раструб пылиотведения. Его редко встретишь на подобном инструменте. Также имеется регулятор оборотов двигателя и механизм быстрой установки и замены лезвия. При этом всем реноваторы считаются самым безопасным инструментом, так как пораниться им практически невозможно. Давайте же посмотрим его в деле. Выровняем спил профильной трубы. Процесс это конечно не быстрый, но все же лучше, чем работать напильником. Медленно, но уверенно достигаем своих целей. С мягким же материалом все происходит гораздо быстрее. Кому интересно, ссылочку на этот инструмент найдете в описании. А мы продолжаем. Теперь можно вваривать полосу. Когда все готово, выставляем колонну параллельно пильному полотну. Для ее временной фиксации используем обычные струбцины. Поскольку рама выполнена из профильной трубы, придется изготавливать муфты с резьбой, которые будут ввариваться в полость. Так будет намного надежнее. Эти китайские коронки у меня уже больше трех лет, и я их смело могу порекомендовать к покупке. Если интересно, ссылка будет в описании. Здесь пришлось сделать отверстие больше, так как центр попадал как раз между стенок профильных труб. Ну и сами муфты. Для их изготовления взял кругляк стали-3. Протачиваем в нужный диаметр, сверлим отверстие на всю длину и нарезаем резьбу. Также не забываем снять фаски для сварочного шва. Чтобы не ошибиться с размерами, муфты решил сразу прикрутить к основанию колонны и в таком состоянии уже приварить их к раме. По такой же схеме за кадром вварил резьбу для винта фиксатора колонны. Далее проверяем все по месту и если все хорошо, то продолжаем. Изготовим барашковый винт. Для этого нашел кусочек кругляка 50 мм. Отторцуем и выровняем его. Далее делаем проточку под тело винта. Стружки будет много, ну а что делать? Красота требует жертв. Снимаем фаски и нарезаем резьбу М10. Ну а теперь за фрезерной. При помощи расточной головки снимем часть металла для удобного хвата рукой. В итоге вот что у нас получилось. За кадром его уже заворонил в масляную и давайте его вкрутим на свое место. Отлично. Сделаем разметку для нижнего роликового узла. Отпускаем на него колонну, выравниваем и размечаем. Здесь процедура будет такая же. Будем вваривать муфты. Отверстие в них сделал чуть больше для дальнейшей регулировки. Займемся креплением стола. Из листового металла нужно отрезать два квадрата со сторонами 120 мм. Из них изготовим деталь для регулировки угла наклона. В середине для установки в патрон токарного станка нужно вырезать отверстие. Ищем середину и чертим окружность будущей детали. Отверстие вырежем биометаллической коронкой 42 мм. Но чтобы в токарном меньше обрабатывать, срезаем с заготовок все углы. И конечно же избавимся от ржавчины. Так ее будет меньше на патроне и станине станка. Обработка будет вестись на удар, поэтому съем ставим минимальный. В этой шайбе выполним внутреннюю проточку глубиной 5 и диаметром 100 мм. Такую же операцию сделаю и на второй заготовке, но уже за кадром. Из этого кусочка металла сделаем вставку. Она будет находиться между двух ранее изготовленных шайб. Размеры все те же, только с выступом. Отлично. Со второй стороны сделаем то же самое. Также в середине этой заготовки снимем часть металла и сделаем фаски для сварочного шва. Вот такая деталь получилась в итоге. В сборе этот бутерброд будет выглядеть таким образом. Эта деталь будет сварная и поэтому с наружной стороны также сделаем фаски для шва. Для тех кто не знает, это антипригарный спрей. С ним капельки металла при сварке не прилипают к детали. Теперь нужно расточить середину до внутреннего отверстия шайбы. Вот такая красота получилась в итоге. Линия по середине детали сделана не случайно. Теперь ее нужно разрезать на две части. Толщина детали большая и из-за износа диска в конце его просто не хватит. Рекомендую для первого реза устанавливать диск большей толщины, но а допиливать меньше. Так его точно не заклинит в пропиле. Я взял диски 1 и 0,8 мм. Как многие уже наверное поняли, это будет крепление стола с регулировкой угла наклона. И для их крепления к столу осталось приварить еще пару ушек. Подготовил я вот такие детали. Снимаем фасочки и вперед. Кстати друзья, в этом году канал Добрый Мастер также номинирован на премию лучший диайвай блогер 2021. И в этот раз у нас есть все шансы на победу в номинации самоделки. Пожалуйста, потратьте минуту вашего времени в поддержку канала. Ссылочка на открытое голосование будет в первом закрепленном комментарии. Заранее огромное спасибо. Теперь нужно изготовить пару полукруглых гаек Т-паза. К сожалению, кусков толстого металла больше не нашлось, поэтому сварим эти два из-за токарной. Процедура обработки уже знакомая и выточу я все за кадром. Осталось их срезать, нарезать резьбу и гайки у нас в кармане. Субтитры делал DimaTorzok Вот такая пара гаечек получилась. Примерим их в Т-паз. На мой взгляд, очень даже хорошо. Для второй части поворотного механизма пришлось пожертвовать плитой от самодельного пресса. Но ничего, буду на металлоприемке, куплю еще одну. Кстати, кто не смотрел видео про изготовление, ссылочка будет в углу экрана. После обработки получили две вот таких заготовки. В них нужно сделать полукруглый вырез. На фрезерном мне показалось это сделать легче всего. Заранее настроил расточную головку и вперед. Обработку буду вести в паре. Так получится точнее. Получилось пара таких деталей. На станке это будет выглядеть примерно вот так. Осталось только изготовить пластину для их крепления. Ее сделаем из куска стали 12 мм. Думаю, жесткости будет достаточно. Как я уже не раз говорил в своих видео, работаю я без чертежей. Поэтому каждый шаг стараюсь контролировать и додумывать. Вроде бы все окей и можно продолжать обрабатывать пластину. Осталось приварить эту пару деталей. Все как обычно. Снимаем фаски и вперед. В плите сверлим отверстие диаметром 9 мм под болты М8. Думаю, этого будет достаточно для последующих регулировок стола. Ну а крепить его будем через увеличенные шайбы. Выставляем все по месту и плитой, как по шаблону, сверлим отверстие в раме. В нее также вварил муфты. Еще одна примерка и проверка регулировки. Кстати, это основание в последующем будет крепиться снизу. Сейчас так установил для наглядности. Нашел у себя в закромах пару вот таких винтов с воротками. Если я не ошибаюсь, они от моего самодельного листогиба. Наконец-то можно заняться и самим столом. Его размеры будут 700 на 700 мм. Для этого я уже напилил трубу 40 на 20. Для сварки стола основание нужно ровное. Мой самодельный сварочный стол полностью соответствует этим требованиям. Жестко фиксируем струбцинами и свариваем. Не забываем про затирку сварочных швов. Не забываем про затирку сварочных швов. Это как минимум эстетически красиво выглядит. Далее пара труб, к которым будет крепиться поворотное основание. Заранее сделал разметку и стараюсь ее придерживаться. Да, все заготовки должны входить без натяга. Иначе рискуем получить кривой стол. Как обычно, проверка не будет лишней. Пока конструкция стола не полностью собрана, решил вварить резьбы для крепления параллельного упора и поворотного основания. Так затирать швы будет удобнее. Готово. Остается сварить все перемычки и каркас стола полностью готов. Стол будем накрывать металлическим листом толщиной 5 мм. Это придаст ему дополнительную жесткость. Размечаю прямо по каркасу и обрезаю все ненужное. Не всегда линию разметки хорошо видно. Можно воспользоваться обычным фонарем или вот таким китайским. Пришел он ко мне не так давно, ссылочку положу в описании. Сам лист оказался немного кривоват. При помощи струбцин прижмем его к основанию и к сварочному столу. Привариваем его в каждой ячейке, Затем обвариваем с торца и обрабатываем. В итоге вот что у меня получилось. Поверхность стола мне не совсем нравится. Ее доведем до нужного основания эксцентриковой шлифовальной машины. Начнем с зерна 120 и уйдем на уменьшение. Вот такая поверхность мне нравится гораздо больше. Сразу защитим ее от ржачины самодельным спреем для консервации. Отверстие под вкладыш будем делать по месту. Отпустил колонну вниз, так будет проще рассчитать середину. Эта окружность нужна для ручной обработки в дальнейшем. Само же отверстие сделаем коронкой по металлу. Немного смазочки еще никому не мешало. Сам вкладыш изготовим на токарном из обрезков стола. Съем минимальный, так как вместо оси обыкновенный винт М6. Пришла пора сделать пропил в столе для ленточного полотна. После пропила стол возможно поведет. И для компенсации кривизны решил сделать конусное отверстие. В дальнейшем вытащу туда штифт. Конус будем делать китайской разверткой. После пропила стол все-таки сыграл, но буквально на полмиллиметра. И это очень хорошо. Установим ленту для дальнейшей разметки. Теперь можно высчитать длину паза для вкладыша. На эту разметку не обращайте внимания, время час ночи бывает. Главное я знаю по какой линии мне нужно резать. Кругляш, который остался после высверливания коронкой, тоже пойдет в дело. Из него сделаем ограничители, к которым будет прикручиваться вкладыш. Разрезал его на две части и приварил к столу. Сам же вкладыш временный. Он немного ниже плоскости стола. Но для испытаний пойдет. Подключил я двигатель к частотному преобразователю и уже немного испытал станок. Сказать честно, результат меня немного огорчил. Не знаю видно вам будет или нет, но колонна гуляет примерно полмиллиметра. А значит колеса придется шлифовать еще раз. Также в этой связи нужно будет усилить раму косынками. Также на минимальных оборотах станок просто останавливается. Всему виной маленький шкив. Придется либо городить редуктор, либо идти к знакомому токарю для изготовления большого шкива. Но это не помешает сегодняшним испытаниям. Тем более в начале видео я вам обещал. Установлю временную защиту из ОСБ плиты на оба колеса и вперед. Ну а на этом у меня все. Напоминаю, что все полезные ссылочки в описании под этим видео, а также про ссылку на голосование в первом комментарии. Пишите свои идеи по доработке этого станка, ставьте оценки и делитесь этим видео в любых социальных сетях. Это здорово помогает в развитии канала. А с вами был, как всегда, я Михаил. Пока-пока.